Привет, я Женя, и пока все обсуждают муху, которая села на Хиллари Клинтон, у нас есть новости поинтереснее. Оставайтесь со мной, и вы узнаете, какие игры точно заставят вас купить Sony PlayStation VR, зачем Simpsons Google Cardboard и что показали на конференции Oculus Connect. Компания Oculus VR, которая принадлежит Facebook, объявила, что ваяет виртуальный шлем нового поколения. Он будет работать автономно, благодаря компьютеру на задней части, где-то на затылке пользователя. Также у него есть четыре широкоугольные камеры, вся необходимая начинка и никаких раздражающих проводов. Когда он появится и сколько будет стоить, неизвестно, но разработчики пообещали, что он будет дешевле Oculus Rift. Кстати, называется шлем Santa Cruz. Многие гадают, почему. Может быть, разработчики вдохновились одноименной финской группой? А может быть, бразильским футбольным клубом или островами? В общем, история умалчивает, а пользователи тем временем предлагают шлему другое название, например, Facebook Oculus или Okubuk. Также Facebook, а точнее лично Марк Цукерберг, показали миру, что такое социальная виртуальная реальность. Мне кажется, у этой компании какой-то злобный план, а именно засадить всех людей по домам. Ведь судя по тому, как работает приложение, можно вообще не выходить из квартиры. Общаться с друзьями, работать, даже путешествовать можно виртуально. Создаешь себе аватар и вперед в виртуальную жизнь. Марк лично продемонстрировал, как это работает. Общался с коллегами, играл с ними в карты, перемещался в пространстве и даже устроил бой на мячах. А потом позвонил жене и спросил у любимой, как дела. Да, это его жена, кто не в курсе, и зовут ее Присцилла. В общем, приложение, конечно, хорошее, но если вы домосед, то фу-фу-фу, руки прочь, иначе вообще превратитесь в социопата. И я, кстати, забыла сказать, на конференции Oculus еще показали контроллеры Oculus Touch и новые наушники. Ну, это так, для общей информации. Все, хватит про Facebook-Oculus. Простите, ну вы меня поняли. Давайте перейдем к играм. Тем более, их много есть у меня. И все опять для Sony PlayStation VR. Что поделаешь, эта консоль умеет выбирать лучшие из новинок. Так, легендарный Tekken выходит с поддержкой виртуальной реальности. Да, тот самый, вы не ослышались. Ну, а для тех, кто в танке, напомню, Tekken — это просто мега-крутецкий файтинг, который появился аж в 1994 году. С тех пор постоянно обновляется и радует любителей подубасить друг друга. Tekken 7 уже вышла без поддержки VR, но совсем скоро станет виртуальной. Разработчики пообещали, что специально для VR игра получит ряд дополнений и новшеств. Так что ждем. И еще одна приятная новость от Соньки. Лара Крофт тоже получит VR-адаптацию на свой 20-летний юбилей. В честь дня рождения игра получила целый пакет дополнительного контента. Самая главная опция — режим виртуальной реальности. Новая глава под названием «Кровные узы» будет совместима со шлемом виртуальной реальности PlayStation VR. Также предусмотрена еще одна миссия — «Кошмар Лары» — зомби. Дополнительный контент, кроме PlayStation VR, будет доступен и для Xbox, и, возможно, даже для HTC Vive. Путешествие будет почти невозможным, но я найду способ. Rise of Tomb Raider — это уже десятая игра про Лару Крофт, которая в очередной раз отправляется в опасную экспедицию. А вообще, как и Tekken, это легендарная игра, про которую даже сняли фильм. Сами знаете, кто играл Лару. Отмечают юбилей и «Симпсоны». Скоро у них выходит шестисотый эпизод. По такому случаю он тоже будет виртуальным. 16 октября на канале Fox на экраны выйдет очередной хэллоуинский эпизод «Симпсонов 3 House of Horror». И его можно будет посмотреть в фирменном Google Cardboard от «Симпсонов». Он вышел тиражом в 25 тысяч, но, похоже, достать эти очки — настоящая проблема. Поэтому пойдут и обычные. Эпизод будет доступен на устройствах iOS и Android через приложение Google Spotlight Stories. Создатели обещают удивить поклонников и показать любимых героев, ну, прям со всех сторон. В общем, не пропустите, премьера совсем скоро. Ну и напоследок немножко новостей про котиков. В Кембриджской школе в Лондоне как раз завели пушистого питомца. Он питается солнечной энергией. Это кошка Синдер, и она виртуальная. Живет в ноутбуках и на мониторах школы. Каждый ученик может покормить ее солнечной энергией и погладить. Кошка реагирует на ласки, мурлычет и ведет себя, как обычное животное, только не гадит и не портит имущество. Зачем она британским ученикам — непонятно. Зато это прикольно. Если вы тоже хотите виртуальную кошку, а точнее даже стать кошкой или котом, не проходите мимо игры для Соньки VR Catlateral Damage в переводе «Кошачий погром». Вот, кстати, трейлер к ней. В игре надо крушить дом от лица кота. Трудно поверить, но это реально официальный трейлер игры, а похож на какую-то пародию. Ну, видимо, легкая шизофрения нынче в моде. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и ваши кошки всегда будут в хорошем настроении, даже если у вас их нет. Всем мяу! Bye! Ну и напоследок немножко новостей про котиков. Кембридж скришни. Отмечают юбилей и симпсоны. Скоро у них выходит 600-й мерседес. Райзов Тумрайдер – это уже десятая игра про... нелой мо... ... ... ... … … ... « Продолжение следует...